Пока все жители Хаваровского края в январе старались не выходить на улицу из-за морозов, социальные работники трудились в поте лица. Приносили продукты, убирали дома, готовили еду и оплачивали счета за коммуналку. Сделали то, что некоторые по каким-либо причинам сделать сами не в состоянии. Такая помощь особенно востребована зимой. Тему продолжит Александра Пескун. Ни треба пока нет, свеклы. Свеклы нету? Нету. Молоко взяли. Так, теперь что? Так, давай мне печенье. Список из 10-15 позиций, да еще и в больших объемах, Наталью Мережко уже давно не удивляет. Она социальный работник, который с понедельника по пятницу помогает пенсионерам в своем селе. Огромные сумки и полная тележка – ее верные спутники каждый рабочий день. Их содержимое Наталья пешком разносит бабушкам и дедушкам по всему Малышеву. Чернослив вот так будет, понятно? Пойдет. Все хорошо. Вот такие пельнения вам, да? Все отлично, все отлично. Живу-то я где? В конце села. Тяжело, дороги тяжелые. И зимой снег по дороге не пойдешь. А ножки уже с возрастом болят, не находишься. А соцработчик Наталья Викторовна все-все мне принесет. Раиса Алексеевна уже 18 лет пользуется услугами социального работника. За это время Наталья Мережко стала для нее не просто хорошим помощником, но еще и близким другом. Куда без курса? Ага. Куда? Да я на веранду. Не надо я на веранду ухожу. Нет, ты посмотри, качала. Не прямо на веранду курску не буду брать. Сейчас, а ну точку. Вы знаете, как глоток кислорода она мне. Вот правда. Это замечательный человек. Мне, ну еще раз, мне очень повезло с ней. Очень повезло. В обязанности социального работника входит много пунктов. Уборка квартиры, готовка еды, поход в магазин, помощь в получении выплат, работа с документами и так далее. У Натальи Мережко зимой к этому большому списку добавляется еще очистка дворов от снега, рубка дров и затопка печки. Сколько вот таких пенсионеров вы обходите за день? За день? Ну вот сегодня один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А выходные-то у вас есть? Есть. Ну, суббота, воскресенье. Ну, если кто-то заболел, если что-то, кто-то позвонил, конечно, пойдешь. Да у нас девчата все так работают. Социальный работник, если даже это и не входит, он все равно это сделает. Потому что я вам объяснила, что здесь друг друга все знают и помогают друг другу. Соцработники здесь коллективы в поселениях устоявшиеся, я имею в виду социальные работники, потому что другой работы в деревнях нету. А социальные работники сами из местных, очень удобно. Какую помощь соцработники могут оказывать пенсионерам, инвалидам и другим людям, которые не в силах сами себя обслуживать, можно узнать на сайте Минсоцзащиты. Там же есть номера горячих линий, где специалисты расскажут, как оформить услуги на дом и сколько это будет стоить. Суммы символические – около 300 рублей в месяц. Александра Пескун, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.